Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Номер 23. Послание к римлянам, 9 глава, 17 стих. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя моё по всей земле. Толкование блаженного Феофилакта. Как из сливших телеца рассуждает, одни спасены, а другие наказаны, когда один Бог знал, кто достоит спасения и кто наказание. Хтак, хотя много было и других порочных, однако гневу Божию подвергся один фараон. Для того самого, говорит, я и поставил тебя, то есть выставил тебя, фараон, на вид, чтобы через тебя сделалась известная сила моя. И многие обуздали себя, слыша об имени моём, как правосудном и мощном по всей земле. Римлянам, 9 глава, 18 стих. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Толкование. Выводит заключение и доказывает, что у Бога не должно требовать отчёта. Бог, кого хочет, милует, как поступил с израильтянами, слившими телца, а кого хочет, ожесточает, как случилось с фараоном. Что же значит ожесточает? Казалось бы, это нелепо, но о Боге говорится, что Он сделал жестоким грязное сердце фараона, подобно тому, как солнце делает жёсткой грязь. Каким же образом? Долготерпением, ибо Он делал его жестоким. Являет к нему долготерпение. Здесь случилось подобное тому, что бывает, когда кто, имея у себя порочного слугу, обращается с ним человеколюбиво. Чем человеколюбиво обращается с ним, тем худшим делает его. Не потому, будто сам научает его пороку, но потому, что слуга пользуется долготерпением его к увеличению своей порочности. Потому, что пренебрегает долготерпением тем. Римлянам 9 глава 19 стих. Ты скажешь мне, за что же ещё обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? Толкование апостол, как я неоднократно сказал, всячески старается доказать, что распоряжение и суды Божие известны одному Богу. И потому везде собирает множество затруднений и не предлагает решений, чтобы, поставив слушателя в затруднительное положение, убедить его, что распоряжение и суды Божие непостижимо для человека и превышает его разум. Смысл настоящего места следующий. Апостол представляет возражение и недоумение. Если Бог ожесточает, кого хочет, то за что же ещё обвиняет он грешника? Ибо кто может противостать воле его? Захотел он и ожесточил, а ожесточённый согрешил по справедливости. Как же ему обвинять и наказывать его? Такое именно представил апостол возражение, чтобы показать, что недоумение об этом может разрешить один Бог. Почему и не решает его сам, но заграждает устанее доумевающему говоря? Римлянам 9 глава 20 стих. «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал?» Толкование видишь ли, как останавливает безвременное любопытство, налагает узду и научает знать различия между Богом и человеком. «А ты кто? Разве ты участвуешь с Богом в правлении? Разве ты судья того, что он должен делать или не делать? Говорить, что это следует сделать так, а это иначе, значит припираться с Богом и действовать наперекор ему. Но этого отнюдь не должно делать, а должно с покорностью принимать сделанное Богом, как бы оно ни было сделано». Римлянам 9 глава 21 стих. «Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного потребления, а другой для низкого толкования?» «Пример этот употребил Павел не для того, чтобы уничтожить свободное произволение наше и представить нас недеятельными и неподвижными, но для того, чтобы научить нас, как должно покоряться Богу и оказывать Ему глубокое и безмолвное повиновение. Как горшечник рассуждает и за одной и той же глины делает». Не горшечник рассуждает, а как горшечник рассуждает. Павел рассуждает, запятые с двух сторон. «Как горшечник рассуждает и за одной и той же глины делает, что Ему угодно. И ни один из сосудов не противоречит Ему, так и ты не спрашивай у Бога, почему Он людей, хотя они одного и того же рода, одних наказывает, а других награждает. Напротив, благоговей пред Ним и подражай глине, как та покорна в руке горшечника, так и ты покорствуй определению распорядителя Вселенной. Знай же, читатель, что как в сосудах не от глины зависит, что иной выходит на почетное, а иной на низкое употребление. «Ибо глина одна и та же, но от употребления пользующихся изделием. Так и в людях не от природы зависит, что одни достойны наказания, а другие наград. Ибо природа одна и та же, но от произволения». Римлянам, 9 глава, 22, 24 стихи. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Своё, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников?» Толкование. «Заградив уста любопытному, даёт теперь решение. Смысл сказанного такой. Фараон был сосудом гнева, то есть человеком, который своим жестокосердием воспламеняет гнев Божий. Его Бог щадил, то есть сносил, терпел, ибо сподобил его великого долготерпения. Но он воспользовался этим долготерпением к ожесточению и сделался сосудом, способным принять гнев, совершенным по гибели, то есть приготовленным к ней от самого себя и по собственной своей воле, потому что не опустил ничего, служившего к его погибели, но сделал всё, что увлекло его к погибели. Иначе щадил, то есть выставил на вид, чтобы так, как он сделался худшим от долготерпения, наказать его и показать собственное могущество, дабы от этого другие сделались лучшими. Как, наказав его, сделавшегося сосудом гнева, по собственному произволению, Бог показал своё могущество, так, помиловав много согрешивших, но сделавшихся достойными милости язычников, явил богатство славы своей. Не сказал человеколюбие, но слава, ибо совершенно слава Божия состоит в том, чтобы миловать. Далее. Который он приготовил, то есть предвидел, и не сказал спас всех язычников, но из язычников, то есть некоторых. Поэтому не соблазняйся, иудей. Вот и из язычников одни милуются, а другие нет. Послание к римлянам, 9 глава, 25-26 стихи. Как и у Осии говорит, «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого». Толкование. Иудеи могли сказать, «Ты, Павел, обманываешь нас, говоря это». Посему приводит Осию, который взывает и говорит, «Не мой народ назову моим народом». Кто же это был? Не его народ. Язычники. А кто? Невозлюбленная. Церковь языческая. Однако язычники стали народом и возлюбленными. Даже, что важнее, сынами Бога живого. Если кто скажет, что это сказано об иудеях, введших себя неблагородно, но потом принятых благодать, только такая речь не вредит нашему объяснению. Ибо если принятие это произошло с ними, то что воспрепятствовало произойти ему с язычниками? Римлянам 9, глава 27 стих. «А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Толкование. «Не удовольствовался указанием на Осию, но приводит вы, свидетели, Исаию, который провозглашает смело и безбоязненно, что спасутся не все израильтяне, но настояны спасения. Ибо это значит остаток, то есть избранные, которых Бог оставил и отделил как достойных, говоря, как песок морской. Напоминает им о ветхозаветном обетовании, которого они сделали недостойными. И так не тревожьтесь, будто обетование нарушено. Все пророки предвозвещают, что не все достойны спасения». В Римлянам 9, глава 28 стих. «Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». Толкование. «Теперь показывает, как спасется остаток. И говорит, что не нужно трудиться, далеко ходить и утомлять себя делами законными. Бог говорит, приводящий к концу и коротким способом совершающий слово веры по всей земле. Сделает это по правде, то есть, чтобы оправдать принявших оное. «Если устами своими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем своим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». В Римлянам 10, глава 9 стих. В Римлянам 9, глава 29 стих. «И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гаморрея». Римлянам 9, глава 30-31 стих. «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры, а Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности». Толкование здесь дает самое ясное решение, показывая, почему язычники приняты, а израильтяне отвернуты. Язычники, говорит, держась праведности от веры, действительно оправдались, а израильтяне, непрестанно ища закон о праведности, то есть закон о дел, не достигли до праведности, потому что закон, состоявший из дел, не в состоянии был оправдать». В Римлянам 9, глава 32 стих. «Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулися камень преткновения». Толкование. «Знай, что они искали праведности не в вере, но будто бы в делах закона». В Римлянам 9, глава 33 стих. «Как написано? «Вот, полагаю, всего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Толкование. «Притакается тот, кто засматривается на что-нибудь стороннее и не обращает внимания на то, что у него под ногами. Так и иудеи, засматриваясь на закон, приткнулись о Христа, то есть не уверовали. А камнем преткновения и камнем соблазна назван Христос по отношению к концу и расположению неуверовавших. Ибо сам по себе он положен в основание и опору, потому что, говорится, верующий в него не постыдится». Исайя 28, глава 16 стих. «Язычник не то, или иудей, так что все совершает и оправдывает вера, а не дела». Послание к римлянам, 10 глава, стих 1. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Толкование. «Намереваясь нанести иудеям удар, предварять его кротким словом, дабы не подумали, будто последующая речь его происходит от неприязни к ним и говорит о желании сердца, то есть о хотении своем, о сильном желании, даже о молитве за своих за иудеев, чтобы они не только освободились от наказания, но и спаслись. Как же, говорит, быть мне неприязненным к вам, когда я молюсь Богу о спасении вашем?» Послание к римлянам, 10 глава, 2-3 стихи. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить по собственной праведности, они не покорились праведности Божией». Толкование. «Сначала, казалось бы, благоприятствует и угождает иудеям. Ибо, сказав о них, имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, показывают, что они достойны больше милосердия, нежели наказания. Ревнуют они и говорят о законе, данном им от Бога, однако ревнуют не по разуму, не желая познать того, что закон пристал и упразднился, но далее показывает страсть их к спорам и любоначалиям. Они старались поставить собственную праведность, то есть праведность от закона, составляемую из собственных их дел и трудов, которые, как павший, уже не может стоять. И таким образом и своей праведности не поставили, и праведности Божией не покорились». Это и есть знак самохвальства и любоначалия, даже неразумия усиливаться поставить то, что не может стоять, и в этом проводить все время. Праведностью Божией называется здесь та, которая от веры, которая не зависит от трудов наших, но всецело есть дарование Божие. Римлянам 10, глава 4 стих. «Потому что конец закона Христос праведности всякого верующего толкования так, как поистине назвал праведностью ту праведность, которая от закона, то дабы с одной стороны уверовавшие из евреев не сказали, значит мы сделались преступниками, когда оставили эту праведность, а с другой не уверовавшие не могли сказать, что хотя теперь не выполнили они праведности по закону, однако могут совершенно выполнить ее после. Апостол, устраняя ту и другую мысль, говорит «Конец закона Христос». Чего желал закон и не совершил, то совершил Христос, то есть оправдание человека. Поэтому не говори, уверовавший из евреев, что ты делал всех преступником закона, напротив, ты познал волю закона, совершившегося посредством веры во Христа. С другой стороны, ты, не уверовавший еще иудей, не надейся сам совершить праведность по закону, совершить ли ее Христос. Итак, если хочешь получить праведность, прими Христа верой, и будешь иметь все. Римлянам 10 глава 5 стих. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. Толкование подтверждает сказанное, чего не совершил закон, то совершил Христос. И говорит, Моисей рассуждает об оправдании человека посредством дел. Но, как не было ни одного человека, который исполнил бы дела, то оправдание по закону невозможно. Римлянам 10 глава 6-9 стих. О праведности от веры так говорит. Не говори в сердце своем, кто взойдет на небо, кто из Христа свести, или кто взойдет в бездну, кто из Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Толкование. Познав, что дела в закона не могут оправдать человека, научись, как без труда и легко оправдываемся мы во Христе. Для этого требуется вера от сердца и исповедания от уст. Но нужно пространнее объяснить сказанное. Кто взойдет на небо, или кто сойдет в бездну. Апостол заимствовал это у Моисея. Второзаконие 31 глава 11 по 14 стихи. Но в том смысле, какую разумел по своей высокой мудрости. Моисей в буквальном смысле говорит так. Заповедь Божия лежит, Иудей, перед очами твоими, так что тебе нет нужды не восходить на небо, чтобы найти ее, не сходить в бездну, не переходить через море, чтобы там взять ее, а наблизь тебя, в устах твоих и в уме твоем. Бог все показал тебе посредством закона. Так кажется, говорит Моисей буквально. Но апостол отнес это ко Христу. Не сомневайся, говорит он, и не спрашивай в уме своем, как Христос сошел с небес и воплотился, или как умерший восстал из бездны, то есть из преисподних мест. Но веруй, что он сошел и воплотился, и что, быв погребен, восстал через воскресение, ибо Бог воздвиг его. Поэтому, несмотря на достоинство воздвигшего, удобно можно веровать. Что же легче этого, когда ты имеешь спасение в уставах своих? А дабы кто по причине самой удобности не подчел дело веры достойно презрения, показывает, что помышления не вере и противны самой вере, и что их должно отражать с твердостью. «Не говори, внушая того или другого в сердце своем, то есть никаких сомнений не допускай в мыслях своих» в Римлянам 10, глава 10 стих. «Потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению». Толкование. «Сердце имеет нужду в устах, ибо что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми? Хотя вера оправдывает в уме, но совершенное спасение зависит от исповедания, ибо тогда вера сияет во многих, и многих пользует. Но и уста имеют нужду в сердце. Многие исповедуют Христа лицемерно, а сердце их далеко отстыет от Него». Комментарий Игнатия Лапкина. Это место писания и толкования «Разве по-другому звучит на церковнославянском языке? Или другой смысл на другом языке? Почему же эти слова не притворили в жизнь на Руси за тысячу лет?» Андрей Боголюбский велел водить иностранцев по храмам. «Да видят поганые, как уверуют православные». И это не частное мнение воина Андрея. Слово Божие на Руси не проповедовалось никогда как должно. Что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми? Тысячелетия православных учили молчать в храмах и в монастырях и зорко следили за тем, чтобы никто не проповедовал Евангелие. Было время, когда в храмах запрещали проповедовать даже пресвитерам. Какой дух додумался до этого? Что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми? Вера, основанная не на священном писании, может подвигнуть на величественные подвиги и даже на жертвенность. Но что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми? 1275 монастырей было на Руси, в которых учили молчать перед революцией. 57 тысяч храмов было на Руси перед революцией, в которых учили молчать. И, наконец, пришли «острашлемные витязи» со страшными звездами и, уже не основываясь на Библии, довели до совершенства этот призыв к молчанию. Кто будет что-либо говорить о Христе, гулаг и смерть? Безбожная сатанинская власть стала открывать храмы в 1943 году и отпускать из заключения священников и архиереев под непременные условия полного подчинения безбожной власти и полного молчания. И вот теперь стали прорастать новые герои веры, которые в открытую возвестили миру забытый лозунг «Что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми?» И сегодня Дух Божий вновь тревожит души людей этим предупреждением. «Что пользы веровать в душе и не исповедовать пред людьми?» Римлянам, 10 глава, 11-13 стихи. «Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Толкование. «Сказав, что сердцем веруют, а устами исповедуют, приводит из Писания свидетельство о вере и исповедании, или призвании». Когда говорит всякий верующий, указывает на веру, оправданный которой не будет, постыжен. «А когда говорит всякий, кто призовет, указывает на исповедание, соделывающее спасение. Итак, теперь всякий иудей или язычник может быть принят Богом. Один Господь у всех, богатый для всех, призывающий Его». Слава Иисусу Христу! «Иначе сказать, этот царь богатый золотом и серебром, посему, если богатство Его составляет самые верующие, то не отчаивайся, думай, что согрешил так, что не можешь быть прощен. Он примет тебя, чтобы и тебя сделать участником в своем богатстве». Римлянам 10, глава 14-15 стихи. «Ну как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будет посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Подожди, у меня что-то тут, видишь, как выскочила какая-то, закрыть бы вот это. Видишь, как тускло сделалось. Вот сюда нажмите, вот закрыть. Закрыть. Толкование. Выше сказал, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Теперь укоряет уже иудеев за то, что не призывали имени Господне. Почему же не призвали? Потому что не уверовали. А почему не уверовали? Потому ли, что не слыхали? Нет, слышали. Потом возражение. Как могли услышать без проповедующего? Следует опять ответ. Нет, были проповедующие. Многие таковые посланы были к ним. Из чего же видно, что эти посланные были проповедниками? В ответ на это приводят слова пророка. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Пророк Исаия, 52 глава, 7 стих. Апостолы, обходя вселенную, возвещали. Не иной, что как неизреченное благо и мир Бога с человеками. Поэтому неверие есть собственно вина тех, которые не приняли проповедников. Комментарий Игнатия Лапкина. Какие печальны для православного слуха слова, читаемые здесь. Как могут быть блаженными люди, не исполняющие слов, написанных здесь, блаженным Феофилактом. Римлянам, 10 глава, 16 стих. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Толкование. Апостол сказал, что пророки свидетельствуют, что этих благовестников послал Бог. Посему, дабы кто не возразил, если они были от Бога, то следует, чтобы все послушались их. Утверждает, что действительно не все послушались благовествования. Но от этого нет никакого вреда истине. Об этом за много лет уговорил Исаия. Кто поверил слышанному от нас? Исаия, 53 глава, 1 стих. Слово «кто» употреблено здесь вместо «немногие» поверили слышанному от нас. Римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия, от слова Божия. Толкование. Слова эти находятся в связи с предыдущими и представляют как бы вывод из чего-то прежде сказанного. Но ими апостол высказывает и нечто другое. Иудеи непрестанно искали чудес, даже желали видеть воскресение. Поэтому говорит, что вера от слышания и не должна требовать ничего более этого слышания. Ибо слышание – это не простое, необыкновенных речей, но глаголов Божиих. «Посему, если ищешь чудес, которые происходят от Бога, то вери словам, которые говорят от Бога». Комментарий Игнатия Лапкина. Сколь необычно читать такие слова для современного православного человека, воспитанного на акафистах и канонах, на поездках по монастырям и поиске чудес и мироточивых икон. Как все запутали в вопросе спасения. Вера от слышания и не должна требовать ничего более этого слышания. Римлянам 10 глава 18 стих. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до предела вселенной слова их. Толкование. Кто-нибудь мог спросить, что же из того для иудеев, «Если благовестники были посланы, а иудеи не слышали?» Апостол отвечает, «Вся вселенная слышала. Как же не слышали те, у которых апостолы провели столько времени и от которых произошли? Возможно ли это дело?» Комментарий Игнатия Лапкина. «Если вся вселенная слышала проповедь о рождении свыше, о принятии веры Христа своим спасителям, о личном сознательном уверовании, придя в возраст, значит, слышали все, кроме православных. Священники заморили свою паству, приучив их стоять мертвыми столбами на длинных непонятных богослужениях. Люди идут в храм, а стоят в службу. Но Слово Божие предупреждает, что цель прихода в храм в первую очередь состоит в следующем. Екклесиаст, 4 глава, 17 стих. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к шерстоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Сегодня люди даже и не думают, что они худо делают, что богослужение поставили на первое место, отменив проповедь. Римлянам, 10 глава, 19 стих. «Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, «Я возбужу вас ревность, не народом, раздражу вас народом, несмысленным». Толкование. Опять новое возражение. «Если апостолы проповедовали, но иудеи не поняли, неужели не заслуживают они извинения?» Решает и это возражение. «Они, говорит, должны были понять, что проповедуется Христос, если не из другого чего, то по крайней мере из того, какой чести удостоились язычники». Они видели, что идолопоклонники вдруг удостоились таких благ. «Потому должны были проникнуться к соревнованию и заключить, что это тот самый народ, о котором сказал Моисей. Не только величие чести достаточно было к тому, чтобы подвигнуть иудеев к соревнованию, но и то, что удостоился чести народ, до того низкий, что не стоит даже почитаться народом. Раздражу вас сказано народом несмысленным, что неразумнее язычников, поклонявшихся деревьям и камням». Всё.